как и малыш обрезки я сказал надо бы пораньше будет ранее весна еще подожду по-настоящему начинается весна когда оттаивает почва начинается сокодвижение а двуря сегодня обрезали а сока нет корни заморожены поняли ждем сокодвижение и перед сокодвижением лучше бы ну мы не знаем точно за недельку перед сокодвижением режем делаем обрезку ну уж Оренбург как мог так объяснить так семечки облайн груш можно закладывать за месяц до высадки ответ один уже многие кто это получили от меня уже уже зафиксировали и уже проснулись теперь что мне с ними делать у людей везде снег лежит по всей России так Валерия объясните мне если не сложно ваш ответ не не Акимовы им теперь цены нет зря вы их продали сразу до семена вы по волзе запяток другой можете превратить в абрикосовый рай а Нина Акимова не просто вырастила мои абрикосы так Тимур она еще умудряла столько иметь в рай что пошла продавать в виде фрукта вместе с бесценными костиками так вы об этом давайте читаем якобы я ответил так зря вы их продали сразу на семена вы по волзе запяток другой можете превратить в абрикосы в рай но не каждому становится питомника вода это все равно что выиграет лотерея вы сейчас львовыми подвоями тоже заниматься а у нее видимо я не помню скорее всего у нее были абрикосы привиты на сливы а надо несколько поколений чтобы у них полностью было кто сказал что завтра абрикосы на сливок подвоек просто не пропадут обычно это короткий век потому что разновидовые и очень большое все зависит от того как воспримет подвой привой у них сама война начинается часто дальше так выращивать подвой черники с абрикосами привать на них после четвертого поколения вы королевы да вы понимаете как просто все это сделать первое поколение 1-2 года никаких пяток другой как у самородова ну да правильно пяток другой самородовый тот самый который меня критиковал ладно так вот вопрос какой тимурова а раздите мне если не сложно ваш ответ то есть вот это что получается начинаю вспоминать коротко значит она прививала абрикосы на сливы у нее получились прекрасные результаты урожай был такой а еще у нее и персики у нее еще мы персики заплодоносили но если говорить про абрикосы то у них абрикосовый пытаясь разъяснить сливы подвоем не совсем удачное совмещение вот у нее удачное а бывает неудачное а бывает вроде удачное вот она уже урожай получила и уже на рынок понесла абрикосовый вместе с коточками продать по обычной цене так вот что естественно преступление с точки зрения того что если не день это то же самое самородок золотой взять вот такой продать кому-то а тому знаете зачем да еще за бутылку водки а тому он зачем нужен гость забивать вот так вот у нас сейчас пока такие дела вот и теперь что получается ей нужно продолжать подвоем вращивать опять кости брать с этих же деревьев или с этого же сливого дерева и черенки брать с этого же дерева с привитых абрикосов каждый раз они будут все лучше и лучше совмещаться и наконец получится так что сливого подвоя обеспечит значит сухой штамп не сухой но не гниющий штамп так не гниющий вот сдержанный рост обеспечит и проще и проще вот это имеется ввиду но главное что здесь я не просто как полушетя конечно продавайте по цене этих импортных абрикосов на рынке тех отравленных да еще с уникальными косточками конечно это не то если бы она была я же как говорил то отвечал то диняки но имел ввиду всех вас всех вас год-два 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 шесть-восемь десять лет и действительно королева так игорь унес слива прошли нарядные филы большая половина за все семечки на второго только так что не переживайте за естественно кассе и запечалась воды без микробов и черт бывает на второй год сходит у меня такой был ассурийская груша первый год не зашла ни одна это меня уже все может буду показывать черенки абрикосы автор говорит 100 а винограду что 100 140 вот это вот спасибо всегда впереди всех все-таки вот осень 2001 ладно теперь я сюда нажимаю да алексей и мы видим у его сад а в этом саду растут они просто крупные огромные абрикосы которых значит нет больше ни у кого в россии включая железово латинково и всех вот сейчас нажму помните там видели сливы огромные вот у слива сейчас нажму и окажется что вы уже решили заказать ничего верите что это правда давайте поверю все нажимаем так хотя бы сейчас вы знаете добрый день я быстро а здесь как на львове все так погодите образовать а потом идет уже подмерзание 1 ли так так то а где абрикосы сто семь грамм привет николай красота я не понял то есть если чё не понял то я вас прошу алексей я спрашиваю будет ли черенок абрикосы на продажу стоп а где видно что стоп все сосед снег видим очередная это пустышка посмотрите я сейчас листа видеть не такой фотографии мне тысячи а тут мирны в общем так или через просьба вы нас заинтриговали вы нас за и заинтересовали вот грязными наградов будьте добры доведем дома хорошо так то есть мы ждем когда Вы нам что-то сообщите Так, где мы остановились Где-то здесь Буду заказывать черенки Где видно? Мы не увидели, где они Мы увидели зимний сад И черенков нету, только осенью будут Так, ну, на всякий случай, держитесь Ну, пожалуйста, возьмите на себя Вы нас заинтриговали, доведите дома Свяжитесь с ним, получите ответ Попросите фотографию, ладно? А иначе, что мы тут, пустую будем это Или будем верить тому, что это самое Помните анекдот рыбака Замучил всех, вот такую поймал, вот такую поймал Замучил, руки связали, да, вот так Он говорит, вот такой глаз у рыбы Когда им руки связали, чтобы он не мог Разводить Вот такой глаз у рыбы Вот я боюсь не за это ли опера Про категориевые зачернения Снега за лодку Смотрите, есть две крайности Зачернять, чтобы снег сошел Есть плюсы, есть минусы Есть второй вариант Это наоборот, подкинуть снега То есть не то же, а еще и подкинуть Вот Они противоположные И каждый имеет плюс, каждый имеет минус А в результате не угадал Можно помочь, а можно погубить И подкидывая снег Можно погубить, зачерняя Снег То есть он быстрее тает Поэтому я не делаю ничего А почему можно погубить Это уже детали Сегодня уже нет времени объяснять Почему и так можно погубить И так Интересно, ценность в ее случае Зря вы их продали сразу на семена После четвертого поколения Выкрыли Я запутался с поколением А, вот что, Тимур, понятно Тимур, давайте на следующем семинаре Наше все время вышло Мы никак не закончим Я сейчас начну про это рассказывать Но придется начинать сначала Есть апельсины кровавые Сока вишни внутри на Сицидии Сока вишни Чуть сомневаюсь Что это Одно дело Цвет сока Не, не знаю Не лезу Не суюсь Не знаю Лобасов Привет Невзор Он Алтай Вторые сутки Сильный буран Закрывает движение Вчера утро было Наверное, сорок Йо А то и Алтай Добрый вечер Весной Снегири Вы не столь Практически Подчистую Соцветия Я буду Что можете посмотреть Кроме истребления Истребление Ничего Снегирей Я не советую Истреблять Я советую Больше садить Столько надо иметь Саду Деревья Что когда Все снегири Слетятся Все подчистую А ипосеты Еще окажутся Нормальным урожаем Поняли Вот Имея три дерева Можно, конечно Каждый год Без урожая Оставаться Ресады Хормушки Надо делать Зимой А летом Поилки для птиц Меньше урожай Платили Но не думаю Что это принесет Реальный результат Но с другой стороны Это очень благородно Поить птиц Как Или там Кормить Анастасия Кормушки Для птиц Только привлекают Они гнездиться Поближе Стали Да Ничего не бывает Идеального Сицилийские апельсины С красной мягкой Это природная форма Апельсина Расчущих На равнине Рядом с вулканом Выбросил пепел Этот пепел Крутейши Держит давление Но у нас Нет Вулкана Я живу Краснодарский Краешь Рыбовский Район Селеспит Оренбургский Круп Любитель Венеграда С вами Следим За вашей Публикацией Учимся Обмениваемся Ждем Воскресенье Вебинария Спасибо Евгению За доброе Слово Если вы там Участники Я пока далек От этого Мне пока Не пришлют Как называется Этот самый Ну вот эти Две Разные Набор цифр Да Пароль Еще что-то Я Просто буду ждать Вот раз Меня выбрали Лектор Значит Наверное Пришлют Это раз Но Как сделать Чтобы Хотя бы В гостевой Книге Это было И реально Лишь Чтобы Этим же Паролем Я даже знаю Воспользовались Другие люди Например Приходит Пароль Раньше Но пока Организатор Молчит Пусть за Несколько дней За несколько дней Несколько сотен Человек Из вас Ознакомятся Кто Постоянно Заходит в гостевую Она Очень Интересно Вот Перепишет Себе Эти цифры И Воскресенье Восемь утра По московскому Времени Окажется Все Так называемые Зум Системы Зум Я сам не мог Мне помогли И тогда Вы там Меня послушаете И там же Не только я один Это же Видеоконференция Там Живой разговор Совершенно живой Не то что Один Читает Остальные спят Нет Так Я Семенова Людмила Живу В районе Бишка Так Решите Будем меняться Сортами Вот видите Записывайте Копируйте 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 Копируйте